Двигаемся дальше и к теме двигаемся. Мы говорим об Азов-Стали, говорим о том, какие сейчас там события происходят, что сейчас, да и в принципе, что сейчас по Мариуполю. Несут потери российские военные, украинские защитники в Мариуполе уничтожили 6 тысяч оккупантов, в том числе одного генерала. Об этом рассказал заместитель командира полка Азов капитан Светслав Паламар. Уничтожено 78 российских танков, более 100 дней из бронетехники. Отмечается, что российская армия преобладает по количеству людей и оружия. Группировка насчитывала около 14 тысяч человек, в том числе боевиков-вагнеровцев. Ну и украинские военные служащие продолжают выбивать врага с ранее захваченных им позиций в районе Азов-Сталь. Защитники Мариуполя штурмуют вражеские позиции, делая невозможным, несмотря на постоянное использование России авиации, корабельной и ствольной артиллерии, танков и другого вооружения. Борьба наших воинов за Украину и за сохранение жизни личного состава продолжается, несмотря ни на что. И сейчас вы видели, соответственно, эти кадры, оперативные кадры, сняты нашими бойцами на Азов-Стале. Да, еще кадры вам покажем, как пограничники Донецкого отряда, они сняли, публиковали очередное видео с Азов-Стали и показали свой быт, свои лица и условия, в которых они продолжают держать оборону Мариуполя. Местами это абсолютно невозможно, как у нас были киборги в Донецком аэропорту, сейчас в Азов-Стали мы иногда даже не понимаем, как можно там выживать при таких обстрелах, при таких условиях. Да, если в Донецком аэропорту сломались не люди, а сломался бетон, то здесь ни люди не сламываются, ни Азов-Сталь, ни металл, ничего. То есть все продолжается, борьба продолжается, отстаивание продолжается. Кстати, вот обратите внимание, на композитиве наши военные находятся, продолжают готовить еду, даже вот показывают, как делают блинчики. Блинчики лепят оладушки и спокойно проводят, отдыхают обязательно, не без этого, отдыхают и проводят свои будни. И только посмотрите, с каким позитивом и с каким позитивным и мощно сильным настроем находятся наши военные на Азов-Стали. Понимая, что Азов-Сталь блокирована со всех сторон в городе Мариуполь, но вы только представьте, что какое количество российской военной техники, российских военных ежедневно сбрасывают авиабомбы, бьют из артиллерии и танков по Азов-Стали, пытаются взять контроль полностью над городом Мариуполь. И вот эти бойцы, лица которых вы сейчас видите на своих экранах, они этого сделать не дают. Это говорит только не о количестве военных, на которые ставит приоритет Российская Федерация, а о качестве наших военных, которые дают мощный отпор российским оккупантам. Мощный отпор, но, к сожалению, есть и информация, когда захоронения в молодых каких-то городах, где только-только появились какие-то новые жилые комплексы, где только начиналась и развивалась жизнь, и здесь рядышком уже сейчас просто массовые захоронения, которые говорят о том, что те молодые семьи, которые появились, они уже обречены были. Места массовых захоронений, также вот возле Мариуполя, Ленецкой области, они продолжают увеличиваться. Об этом сообщает проект «Схемы Радио Свобода». Наибольшее изменение спутник Planet Labs зафиксировал в мае в поселке городского типа Старый Крым, это к северо-западу от Мариуполя. На спутниковом снимке за 8 мая место массового захоронения на местном кладбище увеличилось с 200 метров до более чем 340 метров в длину по сравнению со снимком этой территории за 24 апреля. Также увеличилось количество траншей, увеличилось и место массового захоронения на кладбищах возле села Виноградное к востоку от Мариуполя. 6 мая спутник Planet Labs зафиксировал появление новых траншей по сравнению со спутниковыми снимками этой территории, опубликованными 21 мая. Ну и 9-го, 21-го апреля, и 9-го мая в телеграм-канале Мариупольского гурсовета появилось видео с кладбища в Виноградном сообщением о том, что россияне продолжают свозить тело убитых российской армией горожан. Вы тоже сейчас эти ужасающие кадры видите на своих экранах. И мы не просто так это показываем вам, мы показываем, понимая, что телеканал и навещание UA, телеканал украинского и навещания UA, ретранслируется на практически все возможные диджитал-платформы, в том числе на спутниковое вещание, в том числе нас могут видеть зрители абсолютно со всего мира, даже там, где бушует российская пропаганда. Именно поэтому мы показываем вам ту правду, которую не покажут в эфире российских телеканалов, и именно поэтому мы будем показывать каждый день военные преступления, которые совершают российские военные. Ну, собственно говоря, ту правду, то есть реальные факты, реальные события, делайте выводы, анализируйте. Еще, пожалуйста, вам факты. Медуза публиковала материал про российские фильтрационные лагеря, в которые попадают украинцы. В материале истории украинцев, которые прошли эти самые лагеря, организованные российскими военными, к примеру, с изданием поделился деталями собеседник по имени Виталий. Он с семьей приехал в Мариуполь в первые дни войны. Как рассказал журналист-мужчина, российский эвакуационный автобус отвез украинцев в Никольское, которое контролирует так называемые силы ДНР. В Никольском всем мужчинам предстояло пройти досмотр войсками псевдореспублики и фильтрацию, как называют ее сами ДНРовцы. Давайте услышим детали. По очереди заходили в вагончик, где два солдата проверяли все. Телефон, татуировки, личные вещи. Мне до этого знакомые посоветовали удалить все мессенджеры перед тем, как ехать в Россию. И это, чистый телефон, стало проблемой. Пришлось долго доказывать, что я не имею никакого отношения к военным. Когда меня раздели, военные увидели татуировку с американским орлом и очень долго расспрашивали о ней, но в итоге отпустили. Ну и среди опрошенных журналистами «Медузы» жительница Мариуполя Наталья, кстати, это имя изменено по ее просьбе, которая уезжала из Мариуполя через фильтрационный лагерь, через фильтрационный пункт Старобешево. Она ехала вместе с сыном, невесткой и внуками. В очереди на так называемую фильтрацию им пришлось простоять около 12 часов. Все это время они находились в машине. Далее подробности. Они у нас сначала все разбомбили, а потом еще и пальцы и ладони откатали, будто мы преступники какие-то. Телефон полностью просмотрели, а сына вообще два часа допрашивали, как будто он виноват в чем-то. Будем говорить далее с гостем, обсуждать и Мариуполь, говорить и об Азовстале. Уже с нами на связи Дмитрий Забавин, депутат Мариупольского городского совета. Здравствуйте, Дмитрий. Ну что ж, Дмитрий, вот к теме города Мариуполь. Традиционно, когда мы с вами начинаем наш разговор в эфире информационного марафона Freedom, первый вопрос я вам всегда задаю по последней информации. Количество погибших, количество тех, кто остается в подвалах, что известно о городе Мариуполь. Пожалуйста, оперативная информация от вас. Оперативная информация. Сейчас ведутся сложные переговоры по поводу эвакуации тяжело раненых наших бойцов с завода «Азовсталь». Подробностей, к сожалению, сказать не могу, потому что было официальное заявление правительства, просят не комментировать этот вопрос. То, что касается общей ситуации в городе, она остается сложной, но по погибшим информация, безусловно, будет обновляться. То есть сейчас, к сожалению, мы не имеем возможности точного подсчета погибших на территории Мариуполя, потому что с каждым тем кладбищем, которое появляется на спутниковых снимках, честно сжимается сердце от того количества людей, которые погибли. И по заявлениям тех людей, которые выехали недавно, и тем людям, которым предлагали работу разбора завалов, это просто ужас. То есть под каждым многоэтажным домом находят 20-30 убитых мирных граждан, которых убила Российская Федерация своими снарядами, как вы видите, пострадавшие дома от авиации, и как они выглядят. Это просто ужасная история. И что самое страшное в этой истории, что оккупанты сейчас даже начали информационную свою деятельность в плане того, что агитируют уже тех мариупольцев, которые выехали с города, и оккупанты понимают вместе с коллаборантами, что город практически пустой. Там осталось порядка 100 тысяч мирных жителей, у которых нет возможности выехать, выезжают единицы, а в большинстве своем оккупанты просто не дают возможности выезжать. Даже если прошли эту их ужасную фильтрацию, этот Volkswagen, все равно людей просто-напросто не выпускают из Бердянска, не выпускают из поселков, которые находятся на берегу Азовского моря, в сторону подконтрольной Украины. Потому что они понимают, что просто-напросто все уедут, никто не ждал Россию в городе Мариуполе и в Донецкой области в целом. Поэтому они понимают, что просто они могут оказаться с оккупированной территорией без людей. Потому что и так уже порядка 70% людей просто-напросто выехали, не приемляя тот ужас, тот террор, тот геноцид, который устроила Российская Федерация. По поводу как раз-таки фильтрационных лагерей, в начале мая власти Мариуполя получили подробности и видеоподтверждения из подобных лагерей российско-оккупационных войск в селе Безыменное, ставшем настоящим гетто для мариупольцев. Об этом сообщал тогда советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По информации, полученной властями Мариуполя, россия непринудительно вывезли всех мужчин. В селах Безыменное и Казацкое разместили около 2000 человек. Формально повод для проведения фильтрации. Жителям лагеря не возвращают документы, но выдают справку о прохождении фильтрации. На видео условия так называемого лагеря. Видим, пожалуйста, эту картинку. Дмитрий, как вы считаете, подобное то, что вы говорите, что вывозят людей масштабно, сколько подобные, кого вывозить будут? Фильтрационные лагеря, сколько еще смогут просуществовать? И возможно ли сейчас каким-то образом, может, на международном уровне поднимать этот вопрос, бороться с тем, чтобы не вывозили насильно в другую, по сути, страну, в Россию? Поскольку, к сожалению, территория временно оккупирована, они зачастую даже злее оккупантов. Иногда наблюдаем перебои со связью в силу того, что работаем в прямом эфире. Я напомню, что на связи с нами депутат Мариупольского гурсовета Дмитрий Забавин. Собственно говоря, не имеются идиоты. Да, сейчас попытаемся восстановить связь. Дмитрий, периодически пропадает с вами связь. Скажите, как вы сейчас нас слышите? Все хорошо? Я вас слышу, да. Супер. Повторите, пожалуйста, ответ, но что в начале вашего ответа связь прервалась? К сожалению, тот процесс, который сейчас происходит с так называемыми концлагерями, которые устроила Российская Федерация, при содействии коллаборантов. И ту информацию, которую сегодня имеет ФСБ в этих так называемых фильтрационных лагерях, ее подготовили местные коллаборанты, которые изначально сотрудничали с ФСБ и с российскими оккупантами. Поэтому, когда многие люди приходят на эти, их привозят принудительно в эти фильтрационные лагеря, да, есть даже случаи, когда люди сами идут, потому что хотят выехать просто-напросто, но в большинстве случаев привозят. И у оккупантов уже имеется определенный набор информации про людей, и, собственно говоря, таким образом коллаборанты сделали все, чтобы российский оккупант комфортно для себя проводил вот эти издевательства над людьми. И то, что мы видим, действительно, вот эти кадры в зданиях, в помещениях, это ничем не лучше, чем когда в Мариуполе люди также в подвалах находились еще более плотно, то есть друг к другу, как мы видели на вот этих кадрах. И только при этом еще, конечно, оккупанты бомбили всеми возможными снарядами. И сейчас они продолжают, по сути, делать, издеваться над людьми так же, но уже на тех территориях, которые они оккупировали. То есть это говорит о цинизме, о том зверстве вообще, которое проводит Российская Федерация. И, собственно говоря, этот процесс должен решаться, этот вопрос должен решаться на международном уровне, потому что для 21 века это просто немыслимо такая ситуация. Все видят эти кадры, и, ну извините, мы скатываемся в какое-то средневековье. Должна быть соответствующая реакция международного сообщества, потому что Россия нарушила все возможные и невозможные международно-правовые нормы. Но если, Дмитрий, в цинизме, в уровне цинизма России мы не сомневаемся, то возникает вопрос тогда, к кому еще возвращаться в мировом сообществе. Ну вот, например, исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волына в своем твиттер-аккаунте обратился к Илону Маску с просьбой повлиять на эвакуацию военных и гражданских из Азовсталь. Давайте послушаем, обсудим. Сейчас послушаем, буквально через пару минут вернемся к этому вопросу. Но пока, в принципе, обсуждая именно международный уровень и обсуждая то, к кому должна еще Украина обращаться, потому что Владимир Зеленский постоянно говорит с мировым сообществом, постоянно обращается, постоянно показывает кадры при этом. Ну, собственно говоря, давайте послушаем Сергея Волыну и обсудим дальше. Люди говорят, что вы прилетели с другой планеты, чтобы научить людей верить в невозможное. Наша планета находится рядом друг с другом, так как я живу там, где почти невозможно выжить. Помогите нам выбраться из Азовстали в страну-посредника. Если не вы, то кто? Дайте мне подсказку. Сейчас многие украинцы живут там, где практически невозможно выжить, да, сверхусилия прикладывая. Как считаете, кому еще должно мировое сообщество сейчас, украинцы к кому из мирового сообщества должны обращаться, чтобы был результат и в частности по Азовстали? Да и вообще, есть ли тот, кто может повлиять на российскую власть? Повлиять, к сожалению, может только, как в свое время Путин, которая создана из всех стран демократического мира, потому что дальше эта ситуация просто в 21 веке, это не имеет аналогов. И то, что даже было с Алеппо в Сирии, это не имеет аналогов того, что сейчас происходит с Мариуполем. Поэтому, собственно говоря, в этом вопросе, почему все так происходит? Я знаю, что даже было обращение и реакция, собственно говоря, даже к Турции, к Эрдогану, и официальная информация, которая была от... ту, что я читал... Пропала связь у нас с Дмитрием, слышим, нет? Не видно, нет? Сейчас не видно, но слышим вас. Проговорите еще. То, что происходило, собственно говоря, с этой ситуацией, когда Турция предложила вариант, что они готовы процедуру провести по вывозу и гарантии того, что наши ребята и девушки, которые воюют на Азовстале, больше не будут воевать, но российская сторона отказала. Почему? Потому что для России это имеет принципиальное значение с учетом того, сколько наши ребята положили там российских оккупантов, и для Путина то, что происходит в Мариуполе, это сейчас личное поражение. То есть это ему такая пощечина, от которой он фактически даже не может оправдаться в своей стране. И поэтому то, что сейчас происходит в Азовстале, единственное решение, которое здесь может быть, это, собственно говоря, коалиция международного сообщества, потому что просто ситуация катастрофическая, ребята находятся в ужаснейших условиях, которых, я повторюсь, нет аналога в 21 веке. И еще один уточняющий к вам вопрос, Дмитрий. В силу того, что на Азовстале очень трудная ситуация, скажите, пожалуйста, ну опять же, если можно такое говорить, если разрешено говорить об этом в прямом эфире, планируются ли какие-то еще эвакуационные работы, ведутся ли, возможно, какие-то наступательные действия, может, это что-то вы имеете право озвучивать в эфире? Если можно, коротко, пожалуйста. Я вас плохо слышу, но я основную часть вопроса услышал. По поводу эвакуации сейчас правительство делает все возможное, проводит переговоры со всеми возможными международными партнерами по этому вопросу, но, к сожалению, того результата, который нам нужен, чтобы спасти всех наших ребят, пока его нет. Но вопрос сейчас стоит хотя бы в тяжело раненых, которых нужно, безусловно, вывозить из этого ада. Дмитрий, за то, что вы сегодня к нам присоединились. Важно сейчас рассказывать всем реальную картину и давать реальные факты. Дмитрий Забавин, депутат Мариупольского городского совета, был с нами на связи. Ну и что ж, Каннский кинофестиваль добавил в официальную программу про кинопросмотр еще один фильм. Это документальная лента «Мариуполис 2» литовского режиссера Ванца Кведа Равичуса, убитого в апреле в Украине во время работы над картиной. Работа Кведа Равичуса – это продолжение его фильма «Мариуполис» от 2016 года, в котором на примере жизни в Мариуполе рассказывается о последствиях войны на Донбассе. На ваших экранах трейлер первой части. В этом году режиссер вернулся в город, чтобы зафиксировать события нынешнего российского военного вторжения в Украину и был убит там 2 апреля. В машину, в которую ехал режиссер, попала ракета, его доставили в больницу, но не смогли спасти. На всех фронтах. Каждый делает все, что может. Это кинопроизводство, это телевидение, это журналистика. Каждый вносит свою лепту посильную для того, чтобы остановить эту войну, войну Путина против Украины. И тем временем сами защитники Мариуполя продолжают держать оборону и призывают мировых лидеров, а также мецената Илона Маска, о котором мы говорили, помочь им с эвакуацией. В конце апреля украинской стороне совместно с ООН и Международным комитетом Красного Креста удалось организовать эвакуацию гражданских с территории завода, но почти тысяча военных находятся сейчас там, и среди них тяжело раненые. Правительство Украины начало новый раунд переговоров по их освобождению и экстракции. Как держится комбинат «Азов-Сталь» смотрите в репортаже Натальи Белокудри. Российские войска оцепили Мариуполь в первые несколько суток широкомасштабного вторжения в Украину. Но уже третий месяц украинские бойцы сопротивляются и не дают взять город. По разным оценкам, за время российской осады и последующей оккупации в городе погибло от 20 до 25 тысяч человек. Места массовых захоронений возле города за неполные три недели существенно увеличились, сообщают схемы. Согласно снимкам спутника Planet Labs за 8 мая, на кладбище в ПГТ Старый Крым место массового захоронения увеличилось с 200 до более 340 метров в длину. По сравнению со снимком этой территории за 24 апреля. На снимке за 8 мая можно заметить технику, вероятно, экскаватор. Территория завода «Азов-Сталь» по-прежнему подвергается непрерывным обстрелам. Командир, находящийся там морской пехоты Сергей Волына, обратился к Папе Римскому, мировым лидерам и дипломатам всего мира, с просьбой помочь эвакуироваться. Последним, к кому он обратился, стал Илон Маск, ради которого боец завёл твиттер-аккаунт. «Говорят, что вы прилетели с другой планеты, чтобы научить людей верить в невозможное. Наши планеты находятся рядом друг с другом, так как я живу там, где почти невозможно выжить. Помогите нам выбраться из «Азов-Стали» в страну, посредник. Если не вы, то кто?» Пока Илон Маск на призыв о спасении не отреагировал, но у украинской власти есть подвижки в вопросе эвакуации военных завода. Вице-премьер-министром министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что ведутся переговоры об эвакуации военных из «Азов-Стали». В первую очередь будут спасать тяжело раненых. Как рассказала Верещук, посредникам в текущем раунде переговоров согласилась выступить Турция. Эвакуировать планируют в несколько этапов. Мы начали новый раунд переговоров вокруг дорожной карты спецоперации. Начинаем с тяжело раненых. Есть Красный Крест. Они сегодня встречаются с россиянами. Провели с ними, а также с ООН переговоры и дали им мандат. Мы хотим, чтобы был подписан документ, как будет происходить эвакуация из «Азов-Стали». Готовимся к подписанию. На территории «Азов-Стали» находятся 600 раненых украинских военных. Бойцы продолжают держать оборону. Сам комбинат – это город в городе, где одновременно в 34 бомбоубежищах могут укрыться более 12 тысяч человек, рассказал директор завода Инверт Скидышвили. Руководство комбината еще 25 февраля открыло доступ на территорию для всех, кому нужно убежище. Охране была дана команда пропускать всех. Сотрудник, несотрудник, работал ли ты когда-нибудь, не работал у нас, значения не имеет. Берите всех, стариков, детей, все берите. Мы вас будем всех принимать. И вот эта эвакуация, которую мы сейчас видели, последняя, в умконвои, которые президент хвал честь и хвала ему. Ну и, конечно, конечно, их спасли героя «Азова», которые удержали врага, не допустили ему попасть. Но есть еще одна особенность комбината «Азовсталь». Он с трех сторон окружен водой, с двух сторон морем и с одной стороны рекой. Это позволяет иметь естественные преграды на пути наступающего противника. В бомбоубежищах, где более 50 дней находились люди, были запасы еды и воды. Также людей подкармливали бойцы «Азова», но уже к середине апреля запасы практически закончились. Люди просили спасти их детей от голода. Никаких наших запасов, которые мы сначала принесли с собой в бомбоубежище, уже не хватает. Мы находимся на грани того, что скоро у нас не будет еды. Мы даже не сможем накормить детей, которым в первую очередь отдаем все, что у нас есть. Поэтому я очень прошу о том, что нам необходимо выехать на мирную территорию Украины из комбината «Азовсталь». Несмотря на то, что конечным пунктом эвакуации из Мариуполя было Запорожье, находящиеся под контролем Украины, людей повезли сначала в ДНР, чтобы подвергнуть фильтрации. Один из волонтёров, помогающий украинцам с перемещением, рассказал об этой процедуре и пунктах, куда помещают украинцев после неё. Первый – что-то вроде погранпункта с отдельной комнатой, куда отводят людей на допросы. Второй – тип лагеря, где до фильтрации живут люди. Каким образом людей отправляют в то или иное место – неясно. На допросах задают одни и те же вопросы часами, но с разными формулировками. В основном они сводятся к отношению к ВСУ, СБУ и России. Забирают технику и где-то её проверяют по несколько часов. Подавляющее большинство случаев выезда на территорию России – не результат добровольного выбора. Даже под дулом автомата люди не хотят проходить фильтрацию, поэтому оккупанты часто не говорят, куда их везут, а просто ставят перед фактом и заставляют проходить проверки. Наталья Белокуда и Евгений Кармазин из Днепра. Специально для телемарафона «Фридом», канал Юэй.